приветствую вас друзья добро пожаловать ко мне на канал в этом ролике я расскажу по поводу теневых инграм и изменного элемента очень быстрый фарм этих вещей помимо этого о 12 урнах это на триумф а также о втором секретном сундуке который у нас находится в подземелье ролик будет достаточно большой так что пока я буду рассказывать не забудьте поставить палец вверх подписаться на группу на канал начну свой ролик с того как быстро на фармите теневых инграм и измененного элемента да вы можете поставить в кузницу на ночь на афк правда очень много критики на этот счет и вот и вам альтернатива и она более эффективная значит идете на луну тут у вас есть кошмар называется неволя выбираете его ставите себе адепта после этого начинайте этот кошмар проходится кошмар в течение но там где-то 243 минуты вот в этом районе и по итогу вы получаете себе либо теневую инграму либо измененный элемент в количестве 50 штук если вы выбираете тот способ который я вам предлагаю ваша задача заключается в том что вы быстро пробегаете к трем кошмаром которые находятся у барьера который открывается когда вы убиваете эти кошмары мы лично фармили через два золотых пистолета и купол титана правда иногда ульта не успевала откатываться поэтому использовали еще и гранатометы я использовал при этом божественность хотя если вам удобно проходить через другие виды оружия или другие сборки ваше право я говорю как мы проходили и мне кажется это было достаточно эффективно самое главное ваша задача убивать именно кошмары чем быстрее вы их убьете тем вы быстрее будет фаза урона если вы допустим не успели убить босса там с двух фаз или с одной фазы по итогу получается как я сказал ранее где-то за 243 минуты и плюс где-то в районе минуты загрузки вот и посчитайте сколько у вас получится я так посчитал что если вы поставите на ночь и по итогу вы будете пользоваться данным способом вы получите примерно в два раза больше всевозможных ресурсов ладно теперь давайте перейдем к урнам где они располагаются в подземелье когда вы заходите в подземелье не прыгайте вперед а у вас за спиной наверху располагается первая урна вот она где располагается обратить внимание когда вы сделали прыжок вы также не идете вперед разворачиваетесь и идете за второй урной вот тут она располагается за этим камнем идем дальше 3 урна когда вы открываете вторую дверь после того как вы активировали свет и тьму вы едете прямо если вы пойдете налево где свет обратить внимание вы подниметесь к боссу да там идет фаза урона вам же надо проехать прямо потому что там и располагается в конце третья урна когда вы поднимаетесь к боссу у вас спереди арена вам надо пройти по правой кромке и вдали вы увидите уже четвертую урну пятая шестая урна достаточно неудобные почему когда вы фаза урона прошла до вы убили босса вы отправляетесь в первый раз в пустыню так вот урна находится одна слева другая справа они находятся на краях карты вы можете для облегчения своего поиска просто проехаться вот по этим столбиком как вы видите 1 урна располагается справа недалеко достаточно от выхода а 6 урна располагается напротив то есть только с левой стороны то есть вы можете вернуться к выходу проехаться налево и также забрать урну 7 8 урна у нас находится на втором этапе до где вы убиваете двух щит веков фишка заключается в том что они обе находятся под крышей только проблема в том что вы на начальном этапе перед запуском понятное дело второго этапа можете активировать только одну урну а вот чтобы активировать вторую урну вам придется пройти сначала этот этап то есть имеется до 2 этап то есть тут достаточно много прыжков вторая урна располагается как я говорил ранее также под крыши если вы не очень понимаете как я там прыгаю попытайтесь найти способ именно как залезть под эту крышу но честно говоря пару минут хватит чтобы понять и найти себе маршрут как же забраться под крышу данного куба только вам сразу скажу что вы были уже подготовлены вторая урна находится на потолке поэтому в прыжке и и только и можно собрать то есть постарайтесь сделать тот прыжок который позволит вам на какое-то время зависнуть воздухе чтобы вы успели взять эту урну не свалившись вниз идем дальше выезжайте к этому красивому виду то есть пустыне вам не надо ничего собирать и отправляйтесь не налево на спуск а направо там будет на платформе очередная урна далее вы спускаетесь через пирамидки вам нужно по счету вторая вот такая пирамидка останавливаетесь там и поднимаетесь вот на эти ступеньки после этого поднимаетесь по этим ступенькам и у вас будет выход налево вам туда и надо будьте аккуратны вы можете соскользнуть так как идет достаточно пологая стена теперь же по поводу второго секретного сундука если вам интересен первый секретный сундук посмотрите мои ролики предыдущие или вон ссылочка вылезла у вас наверху останавливайтесь в последнем пирамидки вы не ошибетесь там идет спуск и как раз выход из этой локации спускаетесь в нее там есть дырка в полу перепрыгиваете на другую сторону и вот он ваш сундук когда вы взяли второй секретный сундук вы отправляетесь на третью фазу так вот вам не надо бежать только к третьей фазе да как вы только поднялись а вам надо подняться по ступенькам и уйти не налево а направо и пройти по кромке вот здесь будет урна когда вы вошли в третий этап не запускайте его вам надо найти последнюю двенадцатую урну вам снова придется достаточно много прыгать можете действовать по моему способу он достаточно удобен и вы очутитесь рядом с урной уже секунд через двадцать ну вот и все у вас готов триумф у вас есть секретный сундук а также вы теперь знаете как быстро фармить себе теневые инграмы и элементы на этом у меня все друзья спасибо что просмотрели ролик надеюсь он вам поможет на этом у меня все спасибо что смотрели не забудьте палец вверх подписаться группу на канал всех благ пока пока не забудьте поставить лайк